Доброе утро! Студия Pixar, в свою очередь, вновь доказала, что в графике и анимации им нет равных. Прорисовка природы, воды, травы и прочего не могут не вызвать восхищения. С самых первых минут фильма аниматоры переносят нас в мир гонок на Скар. Благодаря удачным ракурсам, абсолютно точно копирующим происходящее на гоночной трассе, создается полный эффект присутствия. Даже удивительно, как могут нарисованные на лобовом стекле глаза и рот на переднем бампере оживить и подчеркнуть индивидуальность простой машины. Слухи о выходе третьей части франшизы ходили очень давно. Но после второй откровенно провальной части, где по большому счету в главной роли был скорее мэтр, нежели МакКвинн, зрители не надеялись на что-то удачное. Создатели провели большую работу, все исправили и реабилитировали репутацию мультфильма. В этой части много новых персонажей. И жители Радиатор Спрингс, главные действующие лица из первых частей, вроде бы отходят на второй план. И это точно неплохо. Сюжет франшизы получает новое развитие и дает возможность увидеть зрителю все под другим углом. Основная идея донести до младшего поколения одно из худших человеческих качеств – высокомерие. Каких бы высот ты ни достиг, не забывай тех, кто помогал тебе и был рядом на пути твоего становления. Еще одна идея мультика – всегда помнить о своих корнях. Радует, что в наше время еще выпускают мультфильмы, подобные тачкам. Я искренне надеюсь, что поколение, которое не застало первых частей, обязательно оценит и полюбит мультселенную «Живых машин» после просмотра третьей серии. Но есть, конечно, и некоторые минусы. Например, депрессивный настрой и внутренняя борьба МакКвина после его проигрыша. К минусам отнесу и затянутые диалоги с элементами нравоучения и философских размышлений. Мультселен все-таки детский, им это неинтересно и пока непонятно. Удивил и заставил призадуматься финал мультика. Все получилось совсем не так, как ждешь. Но, несмотря на небольшое количество минусов, триквел вышел все-таки достойный. Лучшее доказательство этого – радости и эмоции детей после просмотра. Их был полный зал, и могу сказать точно, детям понравилось. Так что, без сомнения, покупайте билет и отправляйтесь в кино всей семьей. А сейчас я предлагаю вам ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в Егорском кинопрокате. Я хочу узнать весь этот мир. Жизнь без любви бессмысленна. Готовы ли вы рискнуть всем ради любви? Я люблю тебя. И я больше жизни. Весь этот мир. Твой мир умирает. Оптимас Прайм. Готов искупить свою вину. Я готов. Создатель. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы «Семи до девяти» в социальных сетях. Всем приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова